Мама мыла раму. Результаты ЕГЭ по русскому языку шокировали видавших виды учителей. Настолько, что Министерство образования вынуждено было снизить с 36 до 24, то есть на треть, оценку, необходимую для получения аттестата о среднем образовании. И, как уверяют эксперты, сегодняшние проверки тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, лишь компания, которая должна отвлечь от самой главной проблемы. Почему так много выпускников показали предельно низкий уровень знаний. В результате во всех бедах начали винить реформу образования, вытеснившую русский и литературу из программы. Но ведь тогда какой-то другой предмет, занявший их место, выпускники должны знать досконально. Но, как показали остальные экзамены, отнюдь. Моя коллега Екатерина Кибальчич попыталась заглянуть в экзаменационные листы и узнать, что же там такого понаписали выпускники, что советник президента по культуре и искусству назвал происшедшее чудовищным. Русский язык на 24 балла из 100 – это значит, что в тесте ЕГЭ теперь можно сделать 76 ошибок и все равно иметь шанс поступить в университет. Нелли Михайловна учит русскому и литературе уже 35 лет и работает в престижном лицее. Требования и знания к ее предмету никогда не были такими низкими. Ну, действительно, это очень печальный факт в этом году, то, что снизили порог. Как объяснил Рособорнадзор, боялись социального взрыва, потому что уж очень много учеников не достигли порогового балла. Социального взрыва не случилось, и бывшие школьники уже приглядываются к вузам, а вузы настороженно всматриваются в новобранцев. Это не очень хорошая мера. Как минимум балл нужно было оставить на прежнем уровне. Все-таки поступить в университет должно быть не так просто. Это нужно заслужить своей учебой, своими результатами. Впрочем, в академическом сообществе сами себя успокаивают. Возможно, это не молодежь пошла безграмотная, а тесты оторваны от жизни. Вот это участники молодежного форума в Карелии, совершенно неподготовленная публика, и мы попросим этих людей написать обычный школьный экзамен по русскому языку. Здесь в основном люди с высшим образованием, да? А кто хорошо, кто считает, что хорошо знает русский язык? Отлично. Ну, попробуем сейчас написать экзамен. Да нет, это несложно. Или плакучая береза. Все мы знаем, что это плакучая ива. И не может быть плакучая береза. Про уголовку вопроса сама по себе уже не путала меня. В каком предложении предадочную часть сложно подчиненного предложения нельзя заменить обособленным определением выраженным причастным оборотом? То есть вы какое-нибудь слово здесь понимаете? Да, в каком? Что такое подлежащие и что такое скобин? Первое. Это часть речи. Учитывая, что сколько лет? Я в 98-м году закончила школу. Подлинным? Я не знаю. Я не знаю. Не могу определить часть речи. То есть тут зависит от того, это глагол или идея. То есть подлинный это глагол? Ну, вот слово резиденция. Значит, нужно проверить букву И. Резидент. На букву Е. Надо найти слово, где на букву И идет у нас. Мне кажется, его вообще не проверить, это слово, если честно. Ну да, возможно. В нашей экспериментальной группе средний возраст 25-30 лет. ЕГЭ пишут и профессиональные филологи, но есть здесь также и программисты, учителя физкультуры и даже один простой фельдшер. Они написали только первую часть ЕГЭ, где не 100, а всего 30 вопросов. Ошибки есть, но средний балл в группе все равно получился 20. То есть поколение, закончившее школу 10 лет назад, справилось со школьным экзаменом без подготовки почти в три раза лучше. То есть в три раза выше проходного балла. Словарный запас напрямую зависит от количества прочтенных книг. Я печалюсь о том, что люди не читают. У меня подруга владеет книжным магазином. К сожалению, она вынуждена закрыться, потому что никто не покупает книги. Селеви. Современная молодежь не читает книг, ну за редкими исключениями, да, тех, у кого родители привили эту любовь к книгам. Естественно, им сложно формулировать свои. Мы привыкли формулировать в твиты 140 символов, сообщения ВКонтакте без запятых на скорую руку, да, со сленговыми оборотами. Авторы словарей – самые консервативные лингвисты, но даже они отмечают, что русский язык начал меняться быстро, потому что сам темп речи современной ускорился. Люди невольно начинают экономить время, и логика языка подсказывает им, как это сделать. В новом словаре ударений, который выйдет в конце года, автор готовит несколько сенсаций. Например, звонит. Во всех глаголах на «ить» меняется место ударения, переносится на корень. Но в разных словах это происходит с разной скоростью. Вспомните у Крылова, уж зима катит в глаза. Мы сейчас не скажем, она катит коляску. Как лингвист я точно знаю, что звонит – это практически уже норма. Писатель и журналист Максим Бадягин считает, что новые нормы могут запутать, так как те люди, кто говорит «звонит», в словари все равно не заглядывают. Зато они как будто бы работают в отделах маркетинга по всей стране. Вот, пожалуйста, не хотите новичку вас массажу? Господи, ужас какой! Обычные городские объявления, вывески или ценники в магазинах часто написаны не просто с ошибкой, а как будто нарочно, не по-русски. Как будто это не их родной язык. Они пишут так, как будто они прилетели с Марса, и у них в голове встроенный гугл-переводчик, который там абы как дает им подстрочный перевод, который мало связан вообще с языковой реальностью, которая нас окружает. Появились энтузиасты, которые буквально охотятся за такими ошибками. Фотографируют вывески, объявления, ценники, заставляют в каталог, а самое главное – просят исправить. На сайте «Город грамотных людей» можно увидеть все, что нас собирали по всей стране. Можете обратить внимание, «Россия» написана с одной буквы. Вот бильярдный клуб до тех пор, пока имеется в наличии. Сразу две ошибки. Причем вот эта надпись, это большой щит, но бесплатно меняют масло. Трудовой мозоль. То есть мозоль женского рода. Вот это шедевр. Читаем. Можжевельник обыкновенный, запятая плоды, запятая входящий в состав, запятая оказывает положительный эффект. Что здесь на что положительный эффект оказывает? Какие здесь плоды или можжевельник? Что куда входит? Иногда ошибки тиражируются в миллионах экземпляров. Вот на конверте. Получатели писем будут видеть название московской усадьбы Царицына через букву «И». Но бывают и совершенно выпиющие опечатки, как, например, на сайте самого Рособранадзора. Это официальный информационный портал единого государственного экзамена. Скриншот свеженький. Снизили проходной баллу, если для нас требования тоже могут быть снижены. То есть это все на уровне ценностного отношения. Тесты по русскому языку подталкивают преподавателей натаскивать школьников на сдачу именно этих тестов. И вот парадокс. Натренированные на ЕГЭ школьники не только стали хуже владеть русским языком в целом, но и не могут осилить даже сами тесты. Возможно, именно поэтому со следующего года на экзаменах выпускникам вернут сочинения на заданную тему. Екатерина Кибальчич, Арсений Байбулов, Надежда Каширская, Первый канал.